Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Атлас и потихонечку будем обживаться на этом острове, только первым делом избавимся от пиратов. Я уже припарковал кораблик, да, тут у меня, ну, наверное, для небольших кораблей будет место, такая небольшая портовая область, а большие корабли будут, наверное, где-то подальше парковаться, посмотрим, как мы это всё реализуем потом. Первым делом, да, нужно избавиться от пиратов, а для того, чтобы избавиться от пиратов, нам понадобятся стрелы, нам понадобятся кабаны, и для того, чтобы сделать много стрел и можно было луки чинить нормально, я думаю, имело бы смысл сделать серп первым делом, да. Мы можем позволить себе уже металлический инструмент, а может быть даже и топор, и кирку, я думаю, что проблем это не должно составить. И я сначала думал тут поставить ещё одну смит, эту, ещё одну кузницу, но у нас есть, как бы, там, да, на этом, поэтому мы, наверное, быстренько сбегаем, хотя... Наверное, сбегаем. Я видел пару волков здесь на побережье, это первые хищники, которых я увидел, но, надеюсь, проблем с ними не будет. По-моему, нам вот туда, там, вроде, такой подъёмчик. Мне нравится это место, здесь хорошее, ну, относительно ровная такая площадка вот возле берега, хотя немножко, как бы, сама линия берега. Но, короче, тут, я думаю, это пока место подойдёт нам более чем на довольно долгий период. Вот, мы здесь сможем остановиться, проведём как раз эксперименты с приручением, узнаем, какой уровень нужно, чтобы был у нас максимальный у существа, чтобы мы могли его развивать, прокачивать, и какой уровень там, да, мы прокачать сможем ему. Вот, что ещё нам нужно узнать такого полезного? В принципе, как хищников приручать, тут медведи есть, да, и жирафы тоже, по-моему, приручаются путём оглушения, надо на это тоже посмотреть будет. Надо ещё по дороге тут факелов каких-то поставить, я думаю, что придётся бегать здесь неоднократно. Что это за... Просто текстурка земли такая, ничего, тут особенного там копать нет, нельзя. Так, хорошо, по-моему, нам сюда, если я не ошибаюсь. Да, вон наш флаг уже виднеется издалека. Это хорошо. Это молния была только что, или у меня просто это... Текстурные глюки какие-то. Так, тут уже ни черта вообще не видно, как-то стало. Так, факел у меня был вроде бы где-то, нет? Мы сейчас сделаем, потому что это что-то несерьёзное. Это что у нас? Удочка. Я думаю, да, рыбу тоже половим. Рано или поздно. Флинт не проблема, кремниевые камни видны. Сразу издалека. Торч, торч, давайте пару торчей сделаем. Не... Увидим. Не знаю, что мы увидим. Где там... Что-то не то, да, вообще с этими факелами? Факелами. Помню, много дальше наша кузница была. Я её не стал уничтожать, разбирать. Нет. Что, вообще с другой стороны где-то? Да, реально, совсем с другой стороны, с противоположной. Не там, где я думал. Но побегаем тут ещё пару раз, да, освоимся. Давайте смотреть. Я выкладывал сюда все свои вещички, да. О, ещё пять монет у меня здесь лежат. Давайте ещё раз так же сделаем. И посмотрим, что мы можем сделать. И где это крафтится, в принципе. Что это такое у нас наручники? Интересно. Структурс пока нам не надо. Наверное, это в оружие, да? Это серп, топор и кирка. Отлично. Нам хватает на всё абсолютно. Ножницы у нас парочка там есть, да. Может, ещё сделать по набору? Давайте сделаем. Ну, вроде, за крафт этот опыт получаем, правильно? Мне так кажется. Ну, и пока там крафтится всё это дело, мы можем насобирать... Прямо вот здесь файбера. Так-то мы собираем его, да, по паре штучек всего лишь. А с серпом... Хух! Дело пойдёт гораздо бодрее. Гораздо бодрее. Это, конечно, всё ещё не тот сбор, который мы можем... Что-то кряхтит прям вообще страшно. Не тот сбор, который мы можем увидеть, когда собирает какое-нибудь существо, более предназначенное для этого. Но всё равно это намного быстрее, чем руками. Мы сможем сделать много стрел. Точнее, нам файбер нужен не для стрел, а для ремонтов луков, да, на случай, если там нужно будет где-то кого-то грохнуть через забор непроходимый, правильно? 400 файбера уже насобирали, отлично. Я думаю... Я думаю, что надо было нашу свинью взять, боевую, с собой сюда. Чё-то как-то я до... Ну ладно. Так, сейчас я ещё соберу немного ресурсов. Скрафтим боезапас хороший и будем выдвигаться на пиратов. В принципе, раз мы тут недалеко, мы можем разобрать то, что нам точно не понадобится. Да, мы как раз дерево получим. Тоже волокно. Виселица вот эта вот нам не надо, правильно? Мы её разобрали, да? Демолишем полностью всё. Оставим только дом. С кроватями там, да, тумбочки, наверное, всё, что в доме оставим, а всё, что тут рядышком, мы, наверное, разберём. Интересы можно будет потом перенести к нашей базе и меньше заморачиваться с сбором. Ну, как бы... Не то, чтобы тут много ресурсов. Это копейки. По сравнению с тем, что нам понадобится. Вот это вот тоже можно всё разобрать. Воды здесь нет. И нам надо, чтобы она была закрыта. Я вот что-то не помню. Чтобы в неё набралось, а потом мы её закрываем. Ну, короче, я хотел ещё посмотреть. У меня здесь костёр был, да, и в костре была еда. Давайте, всё, короче, вот это вот заберём. Мясо немного съедим. Да, нам было бы неплохо наполнить фляги. Мы как, ложимся? Всё равно без лопаты, да, мы это делаем? М-м-м... Плохо. Hold for more options. Давайте вот эту флягу сюда положим. Она у меня... Ой. Мы, кажется, флягу потеряли. Это не так работает, наверное. С этих фонтанчиков не набрать воды, да? Мы просто потеряли флягу только что. Ой-ой. По-моему, просто лопатой тыкаем и... Собираем воду, да? Ну, воду не собираем, а фонтанчик делаем. Water depleted, да? Да. Давайте отойдём. Не то, чтобы я пить очень хочу. Ну, ладно. Раз не хочу, тогда не будем заморачиваться. Потом разберёмся. Может быть, вода как раз восстановится. Блин, комары летают. Вам не пора на зимовку, не? Так. Я пошёл за свинками. И встретил тут золотую лошадку. 696 уровня. Э-э-э-э. А что она на меня напала? Кстати, она... Ничего такая лошадка. Я не знаю, что она на меня напала. На самом деле. Но она убила нашего 25-го свина. И сейчас, по-моему... Полакомится нами. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Всё, бежать некуда. Она отстала. Фух. Фух. Чё она на меня напала? Коняшнин должны нападать. Я вроде сам не нападал. Но я думал об этом, конечно же. 698-го. Вот эти вот золотые ребята, они как аналог... Этих... Этих... Альф. Они тут просто как-то Golden Age называются. Но мы лишились одной свиньи. Она была маленькая. Давайте мы, кстати, полечим вот эту. Чё я... Как там Реген пошёл? Хороший. Да, вполне. Это проживёт ещё какое-то время. Но её как бы дело было потанковать как раз. Чем она вполне успешно справилась. Как там еды у неё хватает? О, она всё съела. Давай я тебе дам. Да, держи. Ну или я всё выбрасывал. Я уже не помню, что там было. Так, всё у нас есть. Лук. Предметы для ремонта лука вроде бы... Ну и там что-то скрафтить можно будет, построить. Ну и сама свинья. Больше нам вроде ничего и не надо. Давайте выпьём водички. Немного у нас есть. И пойдём. Пираты были здесь совсем недалеко. Где-то... Я тут с курса не сбился, я надеюсь. Сейчас будем разбираться. Бегу я к пиратам тут и думаю. Вообще вот это вот законно, такие золотые существа такого высокого уровня, это ещё не максимального. Там, да, они могут быть, как я говорил, к тысяче поближе. Вот. Я понимаю, что свинь у нас не боевой, но тоже довольно высокого уровня. Мне просто даже интересно, смогу ли я на каком-нибудь медведя, ну где-то вот опять же, да, около 100, там, 50-го, допустим, если получится там приручить как-то в удачный уровень, прокачать там сколько-то левелов, смогу ли я такого коня на медведя просто грохнуть, да? Или нет? Потому что урона там даже видно не было. Так. Нам на другую сторону этой скалы надо. Будем надеяться, что там не будет сейчас тоже таких ребят. Трёхзначных. Ну, посмотрим. Так, по дороге небольшую пристань я нашёл. И мне это не нравится, если честно. Не нравится, потому что там вон корабли пиратские. Мне кажется, я сейчас тут ничего не смогу сделать, потому что останется пиратский корабль, с которым я не справлюсь сейчас никак. Ну, мы попробуем. Звенят эти бутылки так, конечно. Может быть, это корабль не от этих ребят. Да ребят бы ещё дойти, конечно. 36-го левела. Пиратский корабль. Так, добрались мы уже до пиратиков. Пойдём посмотрим. Мне кажется, нам надо под горой идти, чтобы пушка Рипа нам не стреляли. Здесь место такое у них хорошее, да? На склоне. Все дела. О. Кажется, баг... Кажется, баг вот этого дома мы видим. Давай сейчас. Нам нужно больше урона. Вламываем, вламываем. Сейчас от одного избавимся. С этими двумя уже будет проще. Они вон в блок ушли. 64-го один из них, да? Но мы с этим тоже справимся. Я уверен. Да, 32-й толще даже, чем тот 64-й, который ушёл. Приходи, давай. Шмотки там тоже собирает наш кабанчик с них сразу. Это хорошо. Передохни. Уговорил. Меня он вроде... О, он меня тоже задел своей махом вот таким, да, сверху. Есть. Фух, мы его угрохали. Мы получили с него плейтовые доспехи. Так. У нас есть время передохнуть. И похоже приодеться. сейчас. Сейчас мы станем выглядеть как добротный такой пират. С двуручной дубиной вот это тоже можно, конечно. Так. Это пока подруга стоит. На нас внимания не обращает. Это хорошо. Всё. Брони получили мы. давайте что мы фортитюд пока качаем. Кабанец. Уходи. Тебе тут будет плохо. по-моему тут никого нет. Но я не уверен. Хорошо. Работаем. Работаем. Тоже вот этот вот удар сверху ни к чему хорошему не приводит нас. Оп. Так. Ещё подошли. Так. Тяжёлый подошёл ещё. Давайте три. Я вроде живу. Блин. Я сейчас буду от жары помирать. Скорее всего больше. разойдёмся немного с ними. Добиваем вот эту подругу. С неё ничего не выпало. Тяжёлого вот этого друга мы сейчас попробуем вытолкать или затолкать в дом тоже как вариант да. Вот так вот вот так его вот так сундук может не надо ломать только я не знаю. Да наверное не надо. Кровати может быть тоже не стоят. У них не так много хп я бы тут сам бы воскрешался бы может. Ну мы этого почти добили. По идее если я сундук поломаю я же получу весь их лук правильно? Так чё нам тогда стесняться? Стронг бокс не такой уже стронг вот этого хочу рубануть а тут даже открыто даже вот так 48 монет всё те же удочку получили молотки для ремонта тоже возьмём пусть будут крафтить не придётся лук я бы тоже взял не отказался вот как нам ну вроде ага так а ну-ка давайте активируем навык лечения с него вроде ничего не выпадает уже да мы насытились кажется пиратскими шмотками выбросим обычную одежду по-моему наша броня нас должна охлаждать пошли мы в любом случае сейчас немного скупнёмся тут недалеко будет уже полегче не умирай только подожди столько всего пережил надо умирать давай вот так ооо хорошо ооо всё и ко дну пошли так а ты что сюда попер а ну да он за мной следует всё верно всё верно так я хотел ещё навыки для тяжёлой брони вкачать но да пожалуй пока пока не будем не для крафта там есть бонусы на всякое разное от тяжёлой брони мы же можем нашего кабана одного оставить чтобы он воевал там да отбивался давайте попробуем главное уйти вовремя так флаг есть пушка по-прежнему не не рабочая тут пусто воды нету к сожалению оо ну а я я могу даже что-то скрафтить здесь седло для а это типа да они у нас просто по тирам сейчас они по этим так хорошо пошли тогда к этому другу наверное что мы тут сидим то тихо 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 ой 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 перелетел маленько не вижу вот так вот да хорошо маши маши во 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 там их больше активировалось чем я ожидал сотово левела тело хорошо будем надеяться сейчас что мы справимся лишь бы они атаку сверху свою не делали я думаю все будет пучком мы даже сейчас ф3 активируем чтобы больше урона было ооо вот эта атака сверху которой я боялся опять но нам вроде норм мы мы держимся давай 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 мы даже сейчас отойдем сейчас на разворот пойдем а кстати вот это вот кабанчик правильно он же должен меня защищать будет сейчас или это у нас с ним мы с ним типа пара считаемся да это мужик но он что-то не хочет меня защищать оу так по нам не попало вроде хорошо сейчас он вообще по-моему промазал вроде больше никого здесь нет только корабль да проблема сейчас будет только с кораблем правильно да пиратский корабль по-прежнему он плавает у нас интересные варианты ну мы как бы лут получили пираты от респауниться да я читал что через какое-то время если как бы не завершить начатое то они будут респауниться к сожалению может мы сможем на милю высадить да на абордаж взять с кабаном на пару если у них там пушки стоят конечно как палить начнут я наверное не не дострелен где мы сейчас по карте давайте глянем а нам плыть получается с через весь остров практически да к сожалению кабанец плывешь со мной на абордаж пойду жалко не видно куда стрела летит там дальше хоть разик бы их сагрить да попасть я просто боюсь что с моего корабля я реально ничего не смогу сделать но давайте попробуем дело к вечеру идет я только подхожу к своему кораблю периодически посматривал на зверушек на всяких где-то я не вижу курицу в траве уже я тут что подумал может быть изучим огненные стрелы и крафтятся они в смите наверное в этом да жалко не видно сразу из чего чтобы было понятно стоит как бы сейчас туда идти или нет потому что далеко и не хочется так мы можем как-то погрузить кабана на корабль правильно надо еще ближе подойти о он сверху вон он вон он вон он сейчас мы пойдем на абордаж мы можем потерять сейчас ну не сейчас а утром конечно пойдем да что ты будешь делать о классно же здесь правда свин давай мы тебя вот сюда будешь за этим парусом я тебя управлять научу им кораблик сам вот это сверху перегруз корабля нормально вполне у него все все хорошо правда надо на пассив поставить кабанца пожалуй да как-то окей так пойду пойду я наверное на стрелы огненные посмотрю что там на них надо быстренько сбегаю пешочком надеюсь конь меня там не встретит по дороге к нашей этой кузнечке я тут кабанчика нашел 76 и он мужик можно будет что-то придумать там да может быть их дети будут качаться и они будут высокого уровня это будет интересно если это так но мы посмотрим сейчас приручим этого и посмотрим будет ли он качаться он будет у нас 100 какого 6 и что там 37 да кажется вот ну посмотрим я очень хотел бы чтобы он мог качаться ладно если 120 уровень как бы ограничения я переживу до 120 животных будем приручать с удовольствием что-то я хожу трусь об этого кабана и мне очень жарко у меня уже солнечный удар тепловой удар да не солнечный понятное дело и мне это совсем не нравится там еще золотой этот конь мне тоже это не нравится приручить бы быстрее этого свина и не помереть бы тут я вот только подумал ночью на улице и в тепловой удар что я в аду и тут началась алая заря неожиданно такая голову подымаю блин реально в аду елки-палки так свин порадуй меня да он набирает уровни отлично вот это будет хороший свин у него и дамага больше чем у той девочки его всего больше хп примерно такое же стамина примерно такая же дамага больше на 20 и вес переносимый по-моему точно такой же так хорошо 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 радует то что он уровни все же повышает пошли теперь на огненные стрелы посмотрим и тут меня ждал неожиданный поворот здесь нет огненной стрелы здесь есть только вот это для него нужна органическая паста grappling hook этот ну это понятно это не то что нам надо короче и мы не видим не можем посмотреть даже где крафтится может она через металлургию открывается к примеру или какие у нас еще тут варианты есть симоншип арморе мели вэппен я видел металлургию где-то точно видел а а вон металлургия да может через кузне в кузнице крафтится я даже не знаю это видно конечно что мы не видим где конкретно что крафтится ну ладно без огненных стрел что мы тогда будем делать какие у нас есть варианты можем мы пушку поставить я не знаю на корабль давай в артиллерию пойдем где там корабельные у нас дела так артиллерия далеко изучить кораблик 5 8 еще 8 мы в принципе можем да открыть артиллерию но проблема то в чем в том что нам для артиллерии да короче все усложняется но мы можем попробовать давайте открываем открываем вот эти паруса ну нам в любом случае их надо открывать открываем вот такой вот кораблик побольше получше может мы его скрафтим блин ладно наверное стоит все-таки а это типа этот ангар для лодки на больших кораблях для весельной открываем артиллерию в теории если поставить сзади пару пушек то мы что-то сможем сделать в теории но наверняка чтобы пушку скрафтить нам понадобится полный набор там всего и металлургия да и все остальное что можно только придумать хранилище для этих для боеприпасов и это с командой надо разобрать короче да наверное стоит все-таки отложить корабль пиратов на потом ибо ничего пока не выйдет слишком слишком много мороки с ним мы не сможем просто ворваться и взять его на абордаж правильно ну мне так кажется а если у него стоит хотя бы пару пушек то мы мы обречены но у нас есть возможность нанять команду надо короче выходить в кораблике и тогда уже будем тут разбираться с этими так а что у нас по дальность этих нам неинтересно тоже неинтересно наверное мне кажется да маленький шипьярд есть на котором мы сможем кораблик построить но с другой стороны если мы потеряем корабль то мы построим правильно себе этот шипьярд и построим его еще раз или построим уже вот этот короче да пошли правильно свин пойдем возьмем сейчас что возьмем да ничего не возьмем пока или можно в свину нагрузить кстати как вариант так заберем металл нам он понадобится монеток пять штучек да тоже неплохо было бы это жалко выкинуть это жалко выкинуть песни тоже жалко не знаю зачем о нем не надо но жалко так это у нас все есть это камень камня у мне хватает там риса немного кремний семян набор металлических инструментов отсюда тоже заберем три деревянные кирки и один топор да похоже на то ну ладно все больше тут забирать нечего мясо может быть тут поджарилось что в этом ничего мясо мясо мое да еще 46 штучек все кабан пошли сейчас будем воевать как я не знаю но сейчас что нибудь придумаем только что этот альфа конь убил нашу вот ту вот свинью которая могла качаться блин а у меня еще у нее эти стоят черт альфа конь боже мой за что ты мне тут и почему ты агришься на свинок добрых это жестко у меня свиньи там целый вагон всякого барахла лежал нам надо сейчас его еще раз попробовать положить только так чтобы альфа конь на меня не напал а где а ящик есть а конь идет идет к нам так саблю одну оставим булава я думаю нам не надо вот это все выкладываем только не нападай только не нападай мне дерево понадобится частично только не нападай у меня есть сотка хорошо он ушел а где стоп он сожжал еще свиньё мою с не даже тело не осталось а вон тело хорошо я уж думал вообще ошалел потому что тут у нас 50 монет золотых лежит и потерять я их совсем не хотел мы тебя не забудем так как тебя кштырит во время боя елки палки не надо так ладно в сундуках барахло оставим свина потеряли ничего страшного в принципе приручим нового это не так долго выложим сейчас ненужные нам вещи которые у свина лежали дерево оставим мясо немного оставим вот это вот все пара луков да о кстати я могу из сабли лук взять а а вот это сабли нам тогда не надо поплыли у нас остался один свин он со мной поплывет я не знаю зачем он на корабль противника запрыгнуть не сможет но мало ли что вдруг в воде повоюет а я на нем короче посмотрим так проверяю чтобы ничего здесь важного не было немного ресурсов с собой взял доспехи там все дела да все основное в этих двух сундуках давайте давайте все таки мы посмотрим все таки посмотрим на корабль пиратов есть ли у него пушки как он там будет может получится я не знаю тихонечко там на якорь стать и из лука его расстрелять к примеру да или еще что нибудь может получится мы же ведь не знаем что нас ждет а так узнаем поплыли к нему так мы к нему подплываем сзади там вообще засада конечно но посмотрим сейчас что у нас получится не получится здесь ветер не в самую как бы лучшую сторону дует я пару два паруса в разные стороны развернул посмотрим хоть может что-то где-то получится уловить давайте мы вот так вот развернемся сейчас все все передний парус ловит ветер а мы ловим наверное мы этот тоже развернем да вот так нам надо ближе подплыть к нему все таки как ни крути давайте пробовать да давай давай на таран его сейчас возьмем саблю потом в руки и пошли посмотрим два ядра да мы теперь знаем мы теперь знаем стоп 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 г y нет как там следовать 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 enable following два ядра заряжает добротно причем так заряжает следовать за мной куда ты пошел а я его включил режим по-моему там чего-то чего-то там но нам надо короче сваливать если я хочу чтобы этот корабль у нас остался есть там экипаж видно ооо больно было да ооо вот это взрывы пошли кровать сломали нам давай на таран на таран на таран пойдем на таран на таран его да есть экипаж какой-то не получится жалко да свина туда загнать может получится как-то намелево пробоина пробоина так хорошо давай 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 мы сейчас сюда попробуем повернуть ну наш корабль потонет сейчас свина жалко но мы можем со свином и уйти ядра у них интересно заканчивается было бы очень хорошо если бы заканчивались свин живи свина вообще по барабану все так жалко нету альфа коня того да оп 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 его куда 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 пошел куда пошел зараза у меня такие надежды были кстати я не вижу экипажа пушки я вижу корабль наш потонул ну что как бы было очевидно реально экипажа нет да просто пушки стоят и все хотя бы для вида сделали бы чего нибудь можем мы какие-то ресурсы с него забрать там я не знаю но мы теперь знаем что ожидать от вот этих кораблей небольших даже оу 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 фух фух это было страшно давай вылазь вылазь свин свин выжил хотя бы этот да теперь у нас проблема с альфа конем самая основная пожалуй эти пираты докучать нас не будут мы знаем теперь что тут как с ними за делом построим корабль наймем экипаж и пойдем разгромим вот это несчастье плавающее я думаю будет довольно интересно но альфа конь мерзкий альфа конь интересно он деревянные сооружения ломает или каменные не ломает или деревянные тоже не ломает короче вообще с конем какая-то подставка почему конь нападает или просто это фишка всех альф и они могут напасть ладно что у нас по приручению животных еще есть по бестмастерам красца я качать не хочу мне кажется оно нам а кстати нет это красца нам даже не надо просто уменьшает видимость нас на 20% интересно можно мы свиней запрячь сюда это бы все прокачать но кстати да нам надо будет еще вложиться в строительство немного ладно пошли в строительство чтобы защитить свою базу от гадских гадских альфа коней блин мне страшно уже тут нашего свинтуса оставлять куда-нибудь оставлю я его я не знаю это вот здесь вот может быть на том вот островке пусть пока постоит а я тут если помру не страшно ну я наверное кровать сейчас где-то здесь поставлю вот а ты стой здесь в каком режиме ты стоишь я без понятия наверное в пассивном кстати а как там на переключать что вот это за клавиши какие-то странные стой путь короче к будет к я не знаю мы что там сняли какую-то клавишу или нет я буду надеяться что ты все понял так хорошо нам надо поставить здесь кровать и кузницу ресурсы у меня для этого должны были остаться в сундуках берем дерево нам надо будет металл камень 117 монет в принципе монет нормально осталось даже еще вон пятерочку давайте сюда переложим сразу карту я еще одну по дороге нашел все все куда-то мимо эти карты так еще немного камня возьмем что еще файбер файбер кремния немного металл металл и смития с м крафтем крафтем да короче крафтим уже давай дальше файбера немного еще не хватает давайте сделаем кровать мы короче потратили две серии с вами на увлекательное исследование пиратской жизни местной не нашей да как бы на исследование местной пиратской активности разобрались что да как теперь понятно к чему нужно идти и будем к этому идти беда давай так хорошо и фундамент нам надо фундамент тут просто флор называется фундамент давайте наверное вот такой хотя бы сделаем фундамент это простой конь хорошо я уже думал все пришел наш смертный час вот она мчится наша смерть на фундаменте надо хорошо вот тебе фундамент что-то не получилось давайте вот тут где-то подальше наверное поставим бум 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 4 штуки всем больше у нас нету лишь бы кровать кто-то опять какой-нибудь конь не ворвался не уничтожил нам мы пока без стен без окон без ничего поэтому здоровенная такая на 4 клетки да получается ужас давайте вот так вот ее поставим нет не на 4 а оказалось она шире туда дальше а это вот эти вот ключи которые тут спереди висят они все да так что структурс нас интересует да пушки здесь слитки нужны значит металлургии в металлургии надо будет выходить в любом случае можно строить вот такие платформы электрика шипа донс это о карго рек полезная штука наверняка надо будет построить шип констракшнс это сами эти да нам надо шип ярд нам надо маленький шип ярд правильно мы на нем будем строить поэтому складываем сюда дерево всю солому сложили кажется камень и файбер кремень там не надо хорошо сейчас соберем на этот шип ярд и наверное сразу его и построим мерзкий конь да они смотрите они типа пугаются когда вон смотрите вон там ходит чудовище но этот просто убежал я надеюсь он не вернется а тот такой дерзкий так нам надо инструменты взять в руки которые где-то у меня в каком-то сундуке лежат так на мелкий шип ярд мы довольно быстро ресурсы насобирали давайте быстренько теперь его и скрафтим я просто не хочу сейчас из игры выходить хочу еще наверное какие-то стенки хотя бы возле этой кровати пока поставить такие временные да или же может быть даже начать строительство дома вообще по поводу альфа-коня я что думаю я выйду из игры по идее да сейчас серию закончу и как бы все его больше не будет с нами теории правильно так как бы я хотел здесь обыграть вот эту вот тему мы через шип ярд так я понял да может быть сверху посмотрим ну нам в любом случае надо чтобы он просто выходил наружу туда да и все по-другому в любом случае не выйдет так о куда я думал он его там развернуть еще это совсем не то чего я хотел и мы выходим тут как раз на мель отличный план вообще прям огонь мы можем его пикапнуть пикап фух вот это вот прям величайшее изобретение человечества вообще я под водой смотрю да и у нас тут реально проблема вот эта из нашего залива выходит и мне это конечно же не нравится блин я хотел чтобы у меня дом был на вот этих скалах ну просто придется привет манта спасибо я как раз покушать хотел немного рыбных филешек надо было топором наверное да киркой точнее так нам надо так чтобы мы на вот этот вот на эту мель не заходили черт как неудобно а вот кстати мне кажется проблема с коллиженом с да соприкосновением строительных деталей с этими землей со всеми прочими штуками давайте мы ее включим я еще думаю наверное поставить скорость приручения на максимум потому что кормить вот это ходить по полчаса на одну свинью как-то ну не очень весело вот поэтому по которую потом альфа конь убьет за секунду да коллижен 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 enable так placement коллижен вот теперь мне кажется мы сможем построить этот шипьярд только если ничего не будет мешать кораблям из него выходить правильно потому что мы его могли реально наполовину на суше построить еще потом как корабли то строить вот ну и перезашел я в игру альфа коня скорее всего не будет но может быть какой-нибудь альфа волк сейчас да где-нибудь тут окажется неподалеку и будет неловко ну вроде никого вот мы теперь тут строить не можем можем здесь построить ну вроде как бы да игра говорит что здесь ничего не мешает несмотря на то что где у нас там этот хут черт занырни ну что ж ты иногда ко дну идешь когда не надо а иногда не идешь когда надо ну кстати там довольно далеко до этого мы сможем оплывать более-менее да если поставим где-то здесь может быть даже ближе если игра позволяет я назад отхожу просто этого не видно вот я наверное поставлю вот так вот думаю это будет вполне приемлемым вариантом да и корабли будут спокойно выплывать себе вот здесь ну и просто придется поворачивать немного если что вдруг заметно больше чем я предполагал интересная платформа туда отсюда туда оттуда сюда какую-нибудь смогу построить что-нибудь чтобы можно было оттуда спускаться шипьярдику сюда все мы его уже поднять не можем да уже поздно так что останется стоять именно так и ничего мы с этим уже не поделаем да и здесь эти два корабля первый маленький шлюп и шхуна немного металла кстати не так уже много ресурсов надо на основную как бы часть да вот а потом нужно будет еще все все достроить но этим мы будем заниматься уже в следующей серии пока что серию закончим мне сейчас нужно будет еще это видео смонтировать потому что я там где не надо паузу нажимал по-моему а где надо не нажимал ну в общем надо будет сейчас посмотреть что у нас получилось в записи короче результаты серии таковые альфа кони это ужас всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии видео